Фразы «финишная прямая», «реальные надежды на прорыв» и «остаётся согласовать лишь последние детали» вновь зазвучали в кулуарах венского отеля «Кобург», где продолжают свои консультации представители Ирана и шестёрки международных посредников. Так, по словам главы МИДа Франции Лорана Фабьюса, переговоры вошли в последнюю стадию этого марафона. Со своей стороны глава американской дипломатии Джон Керри заявил «Мы только что провели очень хорошую встречу, настрой всех позитивный. На мой взгляд, мы приближаемся к принятию реальных решений, так что могу сказать, так как остаются ещё и непростые моменты, что я полон надежд». Как позитивный сигнал истолковали наблюдатели и намерение присоединиться сегодня к переговорам в Вене министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Китая Ван И. Вместе с тем, у соглашения, способного положить конец многолетним спорам вокруг иранской ядерной программы, остаются и противники. Это сунницкие страны региона и Израиль. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху в воскресенье вновь раскритиковал готовность некоторых мировых лидеров, цитата, «капитулировать перед диктатом Ирана и его бесконечными призывами уничтожить Израиль». В СМИ привозятся слова правителей Ирана Хаминеи о том, что надо продолжать борьбу с США вне зависимости от достижения соглашения. Президент Ирана Ро Хани возглавляет марш ненависти на улицах Тегерана, где сжигаются флаги США и Израиля, а десятки тысяч манифестантов требуют смерти США и смерти Израиля. Камнями преткновения на переговорах в Вене остается вопрос поставок оружия Ирану, ритм снятия с Тегерана экономических санкций и доступ наблюдателей МАГАТЭ на иранские военные объекты.